Спасательные работы на акватории состоят из нескольких этапов. Умение маневрировать на воде в лодке, входить в ворота, спасение тонущего рыбака из перевернутой лодки, а также с условной льдины, ну и конечно главные технические элементы подачи в цель спасательного круга и конца Александрова. Понятно, что новичков в этих дисциплинах нет, все все знают, но зато истечение, которое на итоговую оценку влияет очень даже. Не первый день нахожусь в этом лагере, на детей просто смотрю, но для детей по-моему это отдых и наоборот какое-то отвлечение и радость. Плюс ко всему это воспитание достаточно такое серьезное идет. И дети, они, вот то, что они сейчас выполняют, это им пригодится и в дальнейшем для жизни. Вот такое, можно сказать, бережное сопровождение спасенного явная панацея от штрафных баллов. В отличие от вчерашнего маршрута выживания, где аккуратность выполнения технических элементов была превыше всего. Здесь, в акватории, все команды действовали очень осторожно, никаких дисквалификаций не случилось. Впрочем, остальные два этапа дневной программы «Бассейн и спасение в автогенной катастрофе» проходили параллельно и одновременно. Поэтому первые комплексные итоги состязаний с определением фаворитов и аутсайдеров можно будет подвести только в пятницу. Продолжение следует...